Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24. С главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Только за прошлый год алтайские таможенники изъяли более 300 граммов сибутрамина и 60 граммов анаболитических стероидов. Они возбудили три уголовных дела по контрабанде сильнодействующих веществ в наш регион. Во всех случаях запрещенные препараты поступали в международных почтовых отправлениях. Так, 33-летняя жительница Наукограда заказала через интернет средства для похудения из Казахстана. После поступления посылки таможенники изъяли ее задержимое. Капсулы с порошкообразным веществом, упакованные в блистеры. Экспертиза показала, что в составе запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин. Общим весом 144 грамма. Барнаульская пенсионерка собственноручно отдала мошенникам 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД. Злоумышленники представились сотрудниками безопасности банка и убедили потерпевшую в том, что с ее счета якобы пытаются списать деньги и перевести их на другой. Для того, чтобы их спасти, неизвестный посоветовал следовать его инструкции. В результате пенсионерка потеряла несколько миллионов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. В таких случаях сотрудники полиции рекомендуют ни в коем случае не разговаривать и положить трубку. Еще один контейнер для сбора пластиковых крышек установили в Барнауле. Он находится в сквере на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Весь собранный материал отправят на переработку, а полученные средства переведут в приют для животных. В контейнер можно сбрасывать крышки от любых PET-бутылок, ручки-держатели от пятилитровок, крышечки от майонезных соусов и тетропаков, а также любые крышки, у которых в маркировке стоит цифра 2. В конце выпуска мотивирующая история о жителе нашей страны. Пенсионера Александра Шкробота в его родном Челябинске знают как зачетного деда. Мужчина пережил болезнь и кардинально сменил образ жизни. Подробности в следующем сюжете. Решил кардинально изменить жизнь после перенесенного инсульта. 60-летний Александр Шкробот, в прошлом охранник с лишним весом, теперь велокурьер в службе доставки еды. Мужчина трудится 6 дней в неделю с 9 утра до 11 вечера. Ежедневно он развозит около 30 заказов. Холодно, да. Когда едешь на велосипеде, пальцы ног не работают. То есть, когда человек идет, он сгибает пальцы. Они не замерзают. На педалях пальцы мерзнут. Стараюсь быстрее доставить и обратно вернуться. Может быть, удается погреться. Но я, если холодно, вставляю стельки, пол в банк и езжу. В городе Александра знают не иначе, как зачетный дед. Некоторые покупатели даже в комментариях к заказу указывают, чтобы доставил именно он. Кроме того, мужчина привлекает внимание прохожих своих белоснежной бородой. А из-за его привычки раздавать детям конфеты, многие принимают его за Деда Мороза. Остановился также около мамы с ребенком. Мальчик лет четыре, наверное, четырех так вот. Даю ему конфету с Новым годом. А у меня за бороду раз. Говорю, своя, детмородовская, настоящая. Мама, конечно, там упала со смеху. Летом прошлого года у Александра украли велосипед, который он оставил около дома заказчика. Тогда помогли местные СМИ. Написали о горе мужчины. Неравнодушные жители собрали деньги на новый, с сигнализацией. Александр признается, эта деятельность доставляет ему только радость. Говорит, пожелаешь хорошего дня заказчику, смотришь, а у него уже настроение другое. Улыбка на лице. В этом и есть главная работа зачетного Деда. Софья Житина, Новости. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok